друзья сильно хорошая новость в нашей онлайн школе живописи скидка 55 процентов на 5 уроков портрет можно 5 можно 4 можно даже один купить со скидкой 55 процентов заходите в школу я писал портрет девушки на природе я писал мужской портрет с натуры я писал темперой индейца работа называется трубка мира он написан в декоративной манере думаю вам будет интересен потом обратите внимание на психологический портрет женщины в возрасте и мужской портрет в образе в интерьере в ярких одеждах очень интересный портрет акция продлится до 10 августа была такая проблема в голове придумываю а потом не пишу с психологом даже работал связано с боязнью делать ошибки потом нашла выход начала писать на маленьких кусочках бумаги для живописи даже картонки уже жалко было сейчас прошло вообще живопись хотел просто немножко рассказать вам о том что живопись это исправление ошибок ты намеренно ошибаешься когда пишешь с тем чтобы потом поправить получается очень живописный эффект вот это из области чуть чуть не так там не так тут не так ты подправляешь так но чтобы главное выйти за пределы черчения правильности вот эта неправильность в живописи но она завораживает если пристально рассмотреть картины там того же коровина или фешина есть некий хаос который потом исправлен конечно же во главе угла рисунок и вы должны видеть за всем этим хаосом точный рисунок и исправлять его но вот эта ошибочность вот это смелость чуть-чуть не так это очень сложно сделать попробуйте попробуйте вообще взять просто краски и сказать себе я испорчу работу я хочу попробовать не так я хочу просто похулиганить как дети они же не жалеют краски все равно вот так же подойти к этому как ребенок и посмотреть что получится потом расскажете таня маня приветствую здрасте ваш тезис все должно быть не одинаково очень актуален для меня кстати да и когда будете работу делать все не одинаково помните базис еще со времен училища где мы изучали орнаменты и роспись по керамике у меня сохранился видимо навык к ритмам паттернов и я боюсь порой с внезапно возникшей возникающей симметрией и как раз одинаковостью то в расположение листьев то деревьев то пятен и мазков заметив я исправляю но может вы подскажете как быстрее навсегда избавиться от этого лишнего в живописи навыка да по моему все у вас хорошо основная задача замечать вы же замечаете и исправляете главное не довести это до такого скрупулезного такого чертежа кстати это не значит везде но тот же фешен я не знаю ну доводил же он прям до до блика точность рисунка но она соседствует вот с этой вот такой вот хаотичностью и это волшебно давайте то внимание проведем эксперимент берете какую-то работу свою который вам нравится и пишите смелую хулиганскую неожиданную версию абстрактную может быть версию того пейзажа и натюрморта который перед вами вы пишете творческое решение просто посидите подумайте хорошо а что я могу из этого вытащить если бы я была например сезанном ну или кого то кого вы любите напишите посвящение сезану посмотрите его работы и напишите в его стиле свой мотив или я не знаю пикассо или мане но попробуйте влезть в шкуру другого художника и написать ощущение впечатление того что вам хорошо знаком вот такой путь предлагаю потом расскажите что получилось очень интересно елена мурова привет слава здрасте научиться у вас сложно но хочу понять вы пишите пятном но сначала светлая а затем лепите форму мазками простите за непрофессиональный вопрос да задавайте любые вопросы нет непрофессиональных вопросов из просто вопросы вопрос замечательный и светлое или темное сначала писать его вообще неважно ну коровин известно писал от темного к светлому светлому он считал что так живопись выглядит сочнее то есть если мы набираем как в акварельке от светлого к темному идем мы можем не достигнуть вот этой вот но глубины тона да ну грубо говоря темных таких самых темных мест в нашей картине кстати замечаете сразу и кладите что делал коровин он смотрит мотив сделал композицию берет кисточку и просто где самые темные места и бабах в хост то есть от этого уже можно отталкиваться и светлая бах уже между ними есть какой-то диапазон средние потом и начинается эту мозаику собирать главное мыслить пятном не формой а пятном понять это сложно но представьте что есть например падающие тени от объекта и собственно его вы можете они например одного тона вы можете это объединить в одно пятно то есть мышление не формой а пятном она другое более того вы не сосредоточить свое внимание на мелочах вы смотрите как бы рассеянно и смотрите какую в среднем тоне занимает конфигурацию то или иное пятно и кладете его а там будет уже форма потом прорисован она может не совпадать с пятном и что там светлая вперед или темная это не имеет значения лепите форму мазками да потом на происходит детализации вы смотрите где детализировать не везде потому что перебор будет оставьте место в картине такого легкому звучание пустоте чтобы зритель мог догадываться не все прорисовывайте досконально задний план передний делить хотя бы так задний план значит сделайте его более условным вытаскивайте то что важно это очень важный закон композиции друзья напомню что я участвую в выставке в арт-пространстве коробка автозаводская 18 я показываю новые работы приезжайте наташа германии скажите пожалуйста на курсах по живописи преподают такое правило когда рисуешь пейзажи то дальний план обычно рисует более тусклым и менее контрастно а передний план более контрастный насыщенно для создания света воздушной перспективы хотел спросить вы применяя применяете это правило или нет у вас я слышу что акцент на тепло холодности соотношение одного объекта к другому и рисуем эти отношения объясните пожалуйста наташа я пишу по пятну и если вдали пятно темнее чем вблизи то какой смысл если его начну делать намеренно более светлым я запутаюсь вы можете меньше там деталей прописать в дальнем плане вообще даже вплоть до я не знаю одного маска сделать его но по пятну и потом у собрать работу если вы не собирайте возникает путаница и рассыпается все рассыпается живопись тональные отношения тональной связи рассыпаются я применяю правило доверяй глазу глаз видит что темнее что светлее в работе независимо от того далеко это или близко и опыт показывает что если вы по такому правилу собираете работу то она будет звучать никодим 552 я никак не могу найти себя в живописи да это проблема но посмотрите на тех же передвижников серов коровин врубель фешин они вышли из одной академии писали по-разному на выходе мне кажется важно просто погрузиться в живопись и стиль сам выплывет когда вы наслаждаетесь игрой света на различных формах вы сами начинаете экспериментировать пробуйте подражать одному другому третьему не бойтесь этого всегда в силу разной насмотренности разного проживания жизни до художника вы не сможете быть копии повторить тот или иной стиль любимого художника вы будете писать по-другому и вы будете узнаваемы просто нужно экспериментировать я за за то чтобы больше работать и больше экспериментировать друзья не забывайте отметиться в журнале и поставить какую-то закорючку напишите хоть слово какое-то здрасьте например ну Субтитры создавал DimaTorzok Предлагаю еще кино посмотреть сейчас после этого видео. Выйти на пленэр – это подвиг. 748 его цифра. Ну, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok